Встреча с Казахстаном Казахстана Встреча с Казахстаном Казахстан Географическое положение и значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру позволили Азербайджану стать одним из транспортно-логистических узлов Евразии. За счет азербайджанских инвестиций годовая пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в составной части среднего коридора увеличилась с 1 до 5 миллионов тонн. Мы работаем со странами-партнерами над обеспечением цифровизации среднего коридора. Кроме того, Азербайджан намерен увеличить годовую пропускную способность международного морского торгового порта Алят с 15 до 25 миллионов тонн в год. Азербайджан также играет важную роль в развитии транспортного коридора «Север-Юг». Железнодорожная и автомобильная инфраструктура азербайджанского сегмента этого коридора готова и успешно функционирует. В настоящее время мы работаем над расширением объема железнодорожных перевозок до 15, а позже при необходимости до 30 миллионов тонн в год. Уважаемые коллеги, в сентябре 2023 года Азербайджан полностью восстановил суверенитет над своими международно признанными территориями, тем самым восстановив международное право и историческую справедливость. Азербайджан положил конец 30-летней оккупации со стороны Армении и военно-политическими средствами выполнил 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые в течение 30 лет оставались на бумаге. Азербайджан является активным сторонником многосторонности. Мы успешно председательствовали в движении «Присоединение» в 2019-2023 годах, укрепили его авторитет и влияние на глобальной арене, внесли вклад в институциональное развитие движения, создав при поддержке государств-членов парламентскую сеть, молодежную организацию, а также заложив основу женской платформы движения. При единогласной поддержке около 200 стран Азербайджан в этом году примет конференцию КОП-29. Мы приложим все усилия для наведения мостов между развитыми и развивающимися странами в рамках КОП-29 в Баку и будем стремиться к достижению соглашения, которое учитывало бы законные интересы развивающихся стран. Приоритеты Азербайджана также включают поддержку малых островных развивающихся государств, сталкивающихся с угрозой существованию из-за негативных последствий климатических изменений. Азербайджан инициировал создание специального фонда технической помощи для поддержки малых островных развивающихся государств. Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки к проведению КОП-29, являющейся крупнейшей международной конференцией мира. Я уже направил официальное приглашение лидерам государств, членов ШОС и надеюсь увидеть своих коллег в ноябре в Баку. Спасибо.